всем привет мои дорогие добро пожаловать в наше новое видео я вам всем очень рада и надеюсь сегодня будет для вас полезной сегодня видео с мотивацией кому нужна моя поддержка включайте видео фоном и начинайте работу за эти 30 минут много можно всего успеть тем более когда рядом человек который тоже занимается домашними делами мы начнем сейчас с вами в спальне затем приготовим маленькие подарочки для учителей разберем коробку с швейными принадлежностями мне нужно будет еще собрать мешок для хозяев для новых хозяев нашего дома передать некоторые мелочи затем обед обязательно приготовим и обо всем по чуть-чуть отбелим кастрюли расскажу о своей проблеме постоянной с водой у нас сейчас 8 вечера 8 9 в это время дети у детей время на гаджеты на телефоны вы меня как-то спрашивали они как у вас время дети проводят вы сейчас слышите что дома голоса но не так всех громко потому что сава скорее всего включил компьютерную игру вечером с 8 до 9 у него время либо они просят мой телефон мальчишки обычно либо смотрят кто помладше лёва и мишунь как сава играет он им показывает как он проходит уровни рассказывает про стратегии и потом конечно они тоже хотят этим заниматься либо они просят мой телефон у них там загруженная игра каждый день приходит какие-то обновления они ждут этих подарков а меня это на самом деле так сильно раздражает потому что я понимаю как взрослый человек что это все уловки производители этих игр и все это не настоящее но когда начинаем с мужем говорить на эту тему год они это не только дети это мои ровесники взрослые дяди играют в игры и даже платят донатят как сейчас договорят за усиление их там танков не знаю кораблей все такое я вообще не могу поверить то что взрослый человек способен настолько погрузиться в игру что вот все эти усиления до героев он во все это верит и вот играет и понимаешь что на самом деле это этого нет это все игра это все иллюзии но видимо так мы устроены наверное чего-то я еще не понимаю понимаю одно что у меня также было в детстве моя мама всегда говорила что их приставку игровую мне не покупали потому что это бесполезное занятие ты сажаешь глаза и иди лучше занимайся я занималась вечером 7 6 до 8 танцы у меня были 5 дней в неделю также было с фильмами у нас не было видео магнитофона но просто потому что не было средств на него и мама тоже говорила они сильно не переживаю не обязательно знать всех актеров музыкантов следить за их жизнью не создавай себе кумиров и как-то спокойно я желаю и конечно да не было такого таких соц сетей как сейчас но мне хотелось всегда чтобы мама участвовала чтобы ей было тоже интересно что интересно нам мне хотелось бы она наоборот поддерживала что помогал он такая классная игра о какой фильм или там еще что то и сейчас я понимаю что выход только один говорит какое-то время определенное детям давать и в это время не бурчать а поддерживать и вот говорит да так здоров какие новые герои какая игра интересная потому что так налаживается контакт между родителями и детьми и мы ничего уже не изменим мир двигается и противостоять youtube например для меня тоже это было большое зло я когда начинала канал многие девчонки начинали потому что они смотрели такие видео и решили что сами тоже так делать я вообще не смотрела таких видео и просто в один момент когда я задумалась чем бы я хотела заниматься вот мне пришел ответ что youtube это как раз то где можно снимать фильмы о семье вот у меня так получилось я таким образом попала на youtube и сейчас я понимаю что уже без ютуба никто не живет все равно смотрят и интересные полезные есть передачи то есть в этом тоже нужно найти плюс и ограничивать просто себя говорить что все это зло все это плохо но мне кажется что это не тот совершенно настрой для нас людей я приготовила подарочки заранее купила помните рассказывала разделочные доски в виде зайчиков для учителей себе покупала решила им сделать маленькие приятности для классных руководительниц двойняшек и для савы хотела еще к 8 марта но я тогда улетела мои все заболели просто было не до этого и думаю ладно подарим я вообще люблю делать подарки неожиданно чтобы это было как-то вообще не приурочено какому-то празднику а просто как знак внимания потому что это намного приятнее мне кажется потому что это не из-за праздника подарок а это от души вот просто хотелось подарить на самом деле у меня так просто было как раз время 8 марта и думаю вот к 8 марта может быть подарим ничего страшного и мне я когда начала искать ленту чтобы украсить подарки я залезла как раз свою коробку с швейными принадлежностями и поняла что здесь столько мелочей которые нужно собрать передать моим новым хозяевам нашего дома вот например тут крючки и кольца от карниза и савиные комнаты деревянные кольца мы покупали дорогие карниза в магазине тогас они бы деревянные в зале на кухне может быть помните и я часть колец вообще помню даже докупала специально и они у меня оказались здесь нужно их вернуть потому что будут они пользоваться не будут не знаю мягкие ленты это от шкафов купе они потихонечку отклеились и тоже нужно бы все это вернуть на место вот и весна на дворе но пока погода неустойчивая очень легко простудиться особенно быстро качественные не вовремя получается это у наших детей чтобы защитить всю семью от насморка не нужно покупать много средств мазь флейминга универсальное средство которое рекомендуют лор врачи для лечения и профилактики насморка у детей и взрослых а также в качестве барьерной защиты от урви мазь имеет приятный аромат а внутри содержит природные компоненты календула гамамелис конский каштан ментол и цинк эта мазь не навредит разрешено применение у детей пожилых людей и даже беременных и кормящих женщин а еще мазь флеминга поможет при аллергических дерматитах у взрослых и детей препарат произведен в санкт-петербурге и запатентован покупайте в ближайшие аптеки и онлайн эту коробку с швейными принадлежностями я организовывала очень давно там есть видео очень старый еще в доме это все контейнеры из магазина икея используют для ниток иголок они маленькие что побольше я использую на кухне маленькие вот как раз для этих целей и коробка у меня от дисков и там все крючки потому что их много всегда и сейчас достаю у меня были куплены тюльпаны тоже для себя и для учителей мы ходили с Мишунькой тут ближайший магазин и покупали тюльпаны сейчас такое время весеннее как-то других цветов не хочется мне самой нравится когда на кухне они стоят и радуют меня и поэтому для учителей я выбираю как говорится да выбираем подарки которые нравятся нам самим завязала просто ленточки бумага мне нравится когда вот в такой бумаге обычно они говорят что она транспортировочная мне нравится такая бумага и сейчас обрезаю последний уже цветок это марилиса останется луковица но мне кажется можно выбрасывать спокойно потому что второй раз у меня не зацветал либо через год может быть через полгода зацветет ну как-то я не особо может быть слежу за этой луковицы поэтому наверное лучше вообще выбросить и тут на подоконнике сейчас на виду порядок дети постоянно что-то рисуют играют потом оставляют а я все это постоянно складываю деревянные именно контейнеры чтобы окно не закрывала и как-то более-менее было все аккуратно амелька сейчас придет мы будем подписывать украшать подарки уже закончим с этим а еще не договорила они смотрят по вечерам фильмы в око как кто-то у меня спрашивал комментарии что такое око это как платные кинотеатры без рекламы ты оплачиваешь за месяц и раз в месяц и дети включают меня и смотрят выбирают тематику и выбирают фильм или мультики сами мне нравится что они смотрят фильмы со смыслом когда из начала кульминации когда есть финал когда продобрана красивая музыка когда над этим фильмом работала огромная команда когда он создавался специально для детей в отличие от большого количества контента в ю тубе когда он создается людьми совершенно не владеющими каким-либо образованием психологическим или хотя бы знаниями немногие задумываются вообще о том чтобы создать контент именно с пользой для ребенка в основном задумываются о том как создать контент который наберет очень много просмотров но я буду говорить сейчас вам как блогер сейчас заканчиваю потихоньку дела на кухне но еще потом сюда вернусь было у меня уже приготовлено отбираю духовку запеканка на завтрак и сейчас вечером я обычно в телефоне смотрю что сделала какие-то планы на завтра в ежедневник себя право дрессируем лёву надо он уже мне так оделся это пижаму у него я у него спрашиваю зачем он штаны одевает после душа но он говорит других нет хотя есть штаны ну вот как-то у нас пока он такой бзик мишунька покупался . мне пришел на ручки но мы с ним еще читать будем чуть попозже сказку поэтому пока уча со мной полежит обсохнет и мы с ним пойдем тоже одеваться а 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 Я вернулась на кухню, хочу закончить здесь с посудой, и мне хочется наконец-то тюльпаны поставить в графин. Они у меня стояли там за тюлем, и хотелось уже сюда. Нужно раковину здесь помыть, чтобы уже так все было чистенько, красиво, и с утра встану, будет вообще самое приятное, да? Когда с утра просыпаешься, у тебя полный порядок. Школьники у нас ложатся спать пораньше, а с Мишонькой это целая проблема, потому что он с утра встает позже, чем они, намного, и, конечно, он высыпается, и потом ложится вечером тоже позже, со мной, где-то за мной хвостиком ходит. Я сейчас еще тренировку пойду делать, и он еще будет лежать, и я попрошу его мне помочь. У меня как-то с тренировками на растяжку я занимаюсь все равно вечером. Как-то с утра взять переодеться и начать тренировку? Нет, мне так не нравится. Мне нравится уже быть подуставшей, чтобы ноги были уставшей, и, может быть, даже разогретой, потому что много ходишь, работаешь. И уже перед сном в темноте позаниматься для себя растяжкой мне в удовольствие. Либо я еще хожу, когда хорошая погода, прям ловлю момент, иду на улицу, потому что началась весна, и все-таки уже теплые денечки, и можно в удовольствие заниматься на спортивной площадке, там где-то даже удобнее поддержать себя. Можно повисеть на этом заборе, у нас такая рабица, очень удобно руками взяться и позаниматься. Ставлю сейчас тюльпаны, и вот у одного был листик такой помятый, я решила его просто обрезать, тут не особо будет видно. Но насколько свежо, красиво сразу в кухне, мне кажется, это как-то даже говорит о том, что хозяйка к себе неравнодушна, может быть, так можно сказать. Если раньше мы к цветам относились как к роскоши, то сейчас мне кажется, даже три цветочка зайти в магазин и купить. Даже можно намекнуть с утра мужу и сказать об этом. Ну, я сама, видите, зашла, купила, и мне очень приятно. Цветы искусственные на меня не производят такое впечатление. Сухоцветы, да, я люблю. Сейчас с вами еще заглянем в один шкафчик. У меня здесь хранятся термосы, и наверху все для блендера и вот для цитрусовых соковыжималка. Но обычно у нас тут то муж моет посуду, что-то меняется местами. Я тут заранее мыла банку для чая, я замучилась каждый раз. У нас тут были в упаковках просто чаи. Я, видите, не трачусь на разные контейнеры, баночки. Как-то съемная квартира. Я не хочу на лишнее вот такое тратиться. Я, видите, на цветы, на цветы трачусь. И банку помыла. Думаю, ну что ж такое? Каждый раз берешь, достаешь, и все вокруг сыпется. Надо банку помыть, она стояла там без дела. И вот сейчас все пересыпала. Времени уже видели, да, сколько на часах. Но мне нужно уже закончить запеканку под розовое полотенце. Очень довольна. Это василек. Я зимой, помните, вам показывала перед Новым годом. Клеточка тоже это любимый василек. Вот розовый это прям лен, лен. Очень хорошее качество. А клетку это уже немножко другое качество. Но тоже хорошее. Полотенце там стоит брать. Просто нужно по цветам смотреть. В васильке много есть расцветок, которые можно было мне даже дозаказать. Но пока хватит. И у меня тут еще в посудомоечной машине были кастрюли. Я, знаете, иногда ее использую как шкаф, как хранение для кастрюль. Потому что сейчас не так часто мою там посуду. Как-то просто не набирается такого большого объема. Складываю, накупила новую тонирующий крем для волос. Вот покажу вам сейчас упаковку. Но это светлый каштан, по-моему, называется. Рассказывала вам, что им крашу корни раз в 10 дней. Может быть, даже реже. Очень нравится. И навела еще здесь порядок. Помните, показывала вам, наверное, месяца два назад. У меня все в косметичках лежало. И я, наконец-то, вот два верхних ящика мы с Амелькой разобрали. Какое же это удовольствие, когда каждая баночка лежит на своем месте. Вроде кажется, что это деньги. Эти все контейнеры. У меня муж сказал, что тебе лишь бы банки эти все покупать. Но я с таким удовольствием пользуюсь этим своим ящиком. Каждый день я подхожу. Каждая помадка. Там такие сотики. Это все Икея. Можете там посмотреть. Пластиковые. Вот эти прозрачные контейнеры, органайзеры. Я не знаю, как правильно они называются. Сейчас ватные диски покупала. Положу тоже в контейнер. Все бутылочки. И все у меня там лежит. Это прям удовольствие. Покажу вам сейчас немножко тренировки для мотивации. Опять же в ночи. Вот так я тренируюсь. Кладу коврик. У меня тут место, видите, два на два. Больше не нужно. Мне легче намного заниматься, когда кто-то говорит. Вот тренер один и тот же Анастасия. Она мне эти полчаса, бывает, так не хочется. Думаешь, ну все, уже включаешь. И как-то так быстро заряжаешься. Сам бы, конечно, так не стал заниматься. Но сегодня не реклама. Сегодня просто покажу, как у меня ребенок тут помогает растягивать. Когда я занималась хореографией много лет. И вот так мы всегда садились. И девчонки, держась за станок, вставали нам на ноги. Ну, Илья, например, да. Мы менялись. И вот так мы растягивались на самом деле. Но я вам уже рассказывала, что я все равно тогда не растянулась ни на какой шпагат. А теперь попробуй двумя ногами. Так, потихонечку, тихонечку. Да, потихонечку. Он с богатырями дрался ни на жизнь, ни на смерть. Детишек малых, да баб, кто смерти пугал. Не любили его люди. Да, ну и понятно, за что ж злых проказников любить-то. Прошло некоторое время. И понял, Змей Горыныч, что плохо жить на свете, когда тебя никто не любит. Решил он встать дома прогулять. Мы брали эту книгу в библиотеке, шли с Мишонькой. Я говорю, давай зайдем. У нас все дети записаны. Так как у нас книги было много всегда. И я покупала много. Сейчас они у нас в гараже. И мы стали вот время от времени в библиотеке тоже брать книги. Здравствуйте, мы бы хотели взять книгу. А где там записано? Да. Надолго, я чувствую, он засел. Как красиво сделано. На каникулах детки наши со школы собирались с учителем. Была про кого там? Сказки Змея Горыныча? Да, они вот прям сидели на этих мягких подушечках. Была какая-то лекция. Что-то у нее какая-то тематика была. В лего можно тут поиграть, порисовать. Показло даже есть. Уютно, правда? Просидели сегодня утро. Затянули? Покажитесь. Теперь мама везет. Мишку оставила за столом. Завтракать аккуратно, Амель. Сломаешь цветы. Держи. Или вниз. Лучше вниз. Они сегодня в гости пойдут. В киастику. Вот как родились, он был маленьким ричиком, Лева. А Амелька была пухляшкой. Так и сейчас. Кормлю их завтраком. Смотрю, так интересно. Лева весь худенький, а Амеля здесь с губками, с такими интересными. С пухленькими щечками. Они шумные. Я даже не представляю уже теперь жизни без этого шума. Возьми споров. Сава с утра рассказывала, как мы их рассматривали, когда из роддома забрали. Первое, наверное, второе утро. Переодевала я их, закрыла одеялко, смотрю на них, они лежат, лежат. Одеяло открываем, Савой. У него прям такие яркие впечатления остались. Левка обкакался, Амеля там тоже все, конечно же, испачкалась. И лежат они дальше, и смотрят друг на друга, серьезно. Давай. Амеля расстроилась. Расплакалась. В этот раз я детей везла сама, потому что с пакетами они не хотели идти далеко. Я еще положила туда сладкие презенты для учителей. Это как раз вот утро было с цветочками. А это другой день, тут и тюльпанов не будет. Мы с Мишунькой, как всегда, тут я хозяйничаю с утра, и он у меня апельсиновый сок давит. Вот этой электрической соковыжималкой для цитрусовых формочки, по-моему, в Икее. Мы их покупали сразу два набора с удовольствием. Сейчас как раз сезон начинается потихоньку и весна. Мы сейчас даже больше стали как-то апельсины покупать, мандарины. И Миша у меня сейчас давит сок, потом делает замороженный сок. В морозилку сейчас все это поставят. Я вам, мне кажется, давно показывала еще до Таиланда, что дети у меня постоянно то арбузный сок или арбузовый они у меня заготавливали, то клубничку бывает перетирают, блендеры точно так же делают. Для детей очень хорошо и всем советую. Мы живем около моря, и сейчас показывала вам, как погода меняется, как начинается ветер, метель. Потом я ее вижу на поле или над полем, а возле дома ничего не происходит. Потом проходит пару минут, эта метель начинается уже перед нашими окнами. Так интересно наблюдать, потому что перед тобой поле, море, и все это очень видно. Мне кажется, в городе ты такого не заметишь, таких природных явлений, смены природных явлений. Здесь же ту радуга такая очень красивая. Этот вид, конечно, многого стоит. Наверное, и квартира мне это понравилась. Когда я зашла, увидела эти огромные окна, поле, я поняла, что да, мне сюда, это точно. А я сейчас буду готовить обед. Я разморозила отбивные, показывала вам в одном из последних видео. Покупала говядину сразу, много с запасом. И сделала отбивные, все заморозила в один пакет. Сейчас разморозила, чтобы нас, людей, много, и чтобы это хотя бы на два раза было пообедать. И еще половинка остается на следующий обед. Из приправ у меня здесь хмели-сунели, паприка неострая, копченая, перец, соль. И бывает я еще травки добавляю. Знаете, у меня свои отношения со специями, я не особо в них разбираюсь. Вот я пробую потихонечку. То французские травы я вам показывала, там итальянские, то другие совершенно покупаю. Ну, чеснок сушеный, зелень сушеная, мне кажется, все понятно. Ну, вот, например, тимьян, скажи мне, или еще какие-нибудь названия. Я не знаю, что они дают, с чем они сочетаются, к какому блюду подходят. Вот мне хочется заняться этим изучением и, опять же, пробовать. Потому что, мне кажется, я открою много новых вкусов, когда буду в этом разбираться и понимать. Музыка. 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 А сейчас мы займемся с вами отбеливанием моих сотейников, ковшиков. Я не знаю, как правильно их назвать. Я сейчас взяла эссенцию и наливаю воду. Поставлю на огонь. У нас очень жесткая вода. И буквально, ну, не знаю, наверное, 6-7 раз вы кипятите воду. Это у меня как чайник, да? Ну, белый так всегда как чайник использую. И, конечно же, образуется налет очень сильный. Потихоньку все это вот в желтый цвет превращается. Ставлю сразу свеклу и кино. А сейчас буду варить. Это будет у меня салат к мясу. Такой, можно сказать, теплый. Вот, смотрите, один сотейник я покипятила, наверное, минут 20. До конца не отошел налет. Хотя с уксусом очень хорошо помогает. Потому что просто взять соду или ту же глампасту. Нет, до конца там точно она не справится. Но вот с уксусом очень хорошо. Эффект хороший. Единственное, что это нужно делать, когда нет дома никого. Потому что у нас был такой случай, что я вскипятила. Долго все это кипело, испарялось. Потом Игорь пришел, решил себе уже привык, что это чайник включить. И налил себе кофе. И сразу с первым глотком понял, что что-то не то. Ну, концентрации уже, конечно, такой сильно не было. Но меня как током пронзило. Что это уксус и не то. Это прям страшно было. У нас была еще одна история. В Хорватии я забежала быстро в супермаркет. И подошла к полке. Хотела купить сок. Вижу на картинке лимоны нарисованы, или апельсины. Стеклянная бутылка. Я думаю, ну, я сейчас возьму. И рядом стоят соки на прилавке. Просто в картонных коробках. Я взяла, Игорь меня открыл и сделал глоток. А это был уксус. Это было что-то. Ну, хорошо он прополоскал рот. Но если бы это выпил ребенок. И после этого я очень внимательно подхожу. Смотрю на бутылочку. Или выбираю маленький. Уже точно, что там было написано уксус. Это второй сотейник. Отмывался очень тяжело. И глампаста я терла. Хорошо, если бы я его прямо, знаете, вскипятила в кастрюле с кислородным отберевателем. Но ничего, все я отмыла. В таких случаях, когда у меня плохо что-то оттирается, я беру от Веледа вот эту губку с металлической нитью. И она справляется хорошо. Но так как она царапает, я ее стараюсь так по минимуму использовать. После уксуса я насыпала кислородный отбереватель. Думаю, ну я посмотрю. Потому что очень странно. Обычно уксус справляется. И сейчас покажу вам сразу эффект. Я взяла... Когда такие вещи я делаю, я беру тряпки кухонные или полотенца, которые сейчас тут под рукой. Я сразу забрасываю и могу, например, от чайника что-то. Мне нужно там крышку, например, откипятить от налета. Я все опускаю. Зачем пропадать? Растворы все-таки это деньги. И я в одной кастрюльке могу сразу же все пятна, все, что мне нужно, отвести. И вот смотрите эффект. Вся желтизна ушла. То есть нагиб, наверное, уксус убрал, а вот этот цвет не убирал. И вот смотрите, какой чистый, гладкий, главное, внутри, не шершавый. Все отошло, я очень рада. Двигаемся дальше. Пока у меня мясо еще готовится, я готовлю салат. Заранее отвариваю свеклу. Я, знаете, отвариваю сразу с запасом, потому что она хорошо хранится в холодильнике. Я ее не чищу. То есть часть на салат я почистила, порезала кубиками. Добавляю сюда еще свое любимое киноа, рукколу. Я ее тоже обожаю. Просто для меня это такое идеальное сочетание. Еще посмотрела, что многие советуют в этот салат добавлять мандарины. Также добавляют орехи разные. Ну, так как я аллергик, поэтому я, знаете, выборочно очень к орехам. В этот раз я добавила просто семечки. И очень вкусно получилось. Я заправила его оливковым маслом. Но, опять же, тут можно сделать по вкусу заправку. Рукколу я не режу листочки. Хотя, может быть, слепорезать было бы намного удобнее. Потому что, когда я этот салат стала перемешивать, эта руккола, она легкая. Конечно, она наверху, и очень неудобно было ее смешивать. Не договорила вам про свеклу. Я не чищу часть свеклы. Ставлю в холодильник, в контейнере стеклянном. И на завтрак, например, достаю себе, почищу, порежу маленькими кусочками. И вместе с яичницей съедаю. Очень нравится такой вариант. И очень полезно, самое главное. Дети у меня тоже любят. Поэтому свеклу мы очень часто отвариваем. Не запекаем. Кстати, надо тоже попробовать. Мясо готово. Так как я взяла вот такой томатный соус. Томатная паста просто была написана. Она довольно жидкая. Мясо получилось очень сочное. Хотя это говядина. Помните, в прошлый раз я вам рассказывала, что было чуть суховато. В этот раз намного лучше. С левой стороны я посыпаю сыром. Справа не буду, потому что это я делаю для себя. Я на сыр все равно реагирую. Поэтому смотрю тут, как отрезаю часть бумаги. Знаете, решила, что надо купить, конечно, керамическую форму с крышкой для выпекания. Но на нашу семью надо и духовку другую. И форма очень большая. Она вряд ли поместится в эту духовку. А мясо прикрывать все равно нужно. И какие-то целлофановые рукава я не использую совсем. Красота, видите, какая получилась. Пока вот не знаю, как вы делаете, чтобы это было менее вредно. Именно само приготовление еды. А теперь завершающий этап. Сегодня столько много всего с вами сделали. Помогаю Амельке разбирать ее полки. У нас обычно всегда они сами разбирают. Но у нее, ну, это, наверное, отличие ее на девочка. И плюс она больше такая у нас креативная. Поэтому беспорядок это прям ее. Мне кажется, не знаю, может быть, потом как-то это все, когда она будет жить отдельно, поправиться. Но ничего, я сильно не расстраиваюсь. Принимаю ее такой, как она есть. Просто стараюсь ей помочь. С игрушками, например, у нас в одном шкафчике есть одежда. Все там порядок. Но вот игрушки и третий ящик. Это разные ее поделки. И там для творчества все у нее сложено. Вот сейчас разбираем куклы. Она играет, и покупаем ее очень мало. Это как-то ограничено. Поэтому завалов у нас больших нет. Чем играем, то и есть. На балконе у нас, правда, сейчас завал опять. Что-то дети доставали. Еще мы не увезли новогоднее все в гараж. Потому что сейчас разбирали. Игорь ездил в дом. Еще там сарай будут сносить, где у нас куры жили. Но они будут его немножко перемещать, уменьшать. Новые хозяева нужно было там освободить. У нас там еще вещи лежали. Поэтому пока нам не до гаража и не до балкона было. Ну вот, может быть, в следующем видео покажу. Буду собирать прям коробки в коридор выносить. Чтобы все освободить. И чтобы Игорь все это увез в гараж. А в гараже у нас, когда была дождливая погода, немножко стала подтекать крыша. И Игорь ездил, все-все раскладывал там по стеллажам. И в центре, где вот была протечка, там так все поосвободил. Не знаю, как сейчас будет все это. Будем смотреть, разбирать. Очень много будет вещей на дачу детских, которые нам маленькие. Если кто-то из Калининграда, кому нужны будут детские вещи, то вы мне напишите. Может быть, с кем-то встретимся, и я передам. Пока Амелька разбирает здесь свои картины, не хочет ничего выбрасывать, я расчесываю ее. Большее время она у меня ходит с косичками. И вот накануне у нее были распущены волосы, и косички только сверху. И сразу же начинают волосы путаться. Я купила расческу, не тангер, тизер, так она называется. Я купила итальянскую в Ривгош. По-моему, кто-то мне писал ее, рекомендовал. Я решила, пришла прямо в магазин, посмотрела, потрогала. Мне она понравилась. Я думаю, да ладно. Вот не помню название, как точно она называется. Если кому-то нужно, то вы мне напишите, я вам в следующем видео покажу. Волосы хорошо расчесываются, она очень легкая. Амельке нравится. Расчесали, сейчас будем делать прическу. Еще был вопрос, где мы храним детские поделки, что-то на память, рисунки детские. Я даже не знаю, как ответить вам на этот вопрос, потому что я никогда вот так целенаправленно не складывала на память детские поделки, потому что я ориентируюсь где-то по себе. Мне вот сейчас не сильно интересно смотреть свои детские поделки. Для меня всегда было важно, я всегда хотела запечатлеть историю семьи, чтобы дети, они сейчас время от времени включают видео, что-то вспоминают, что было в Таиланде, были друзья, эмоции, также и с рисунками и поделками. Что сейчас есть на столе, висит где-то что-то. Вот это они все будут смотреть, такие живые кадры, и им будет интересно. А поделки вот сейчас, которые, например, Амель не хочет их выбрасывать, я не заставляю, ничего против не имею, пока они у нас вот хранятся в ящике. Потом, когда мы будем уезжать, отсюда мы все это сложим. Опять же, они сами выберут, что они хотят сохранить. И мы положим просто в контейнер специальный, который будет стоять в гараже. Ну, не знаю, где он. Потом мы везем уже туда, где мы на постоянку будем. То есть как-то так. Для меня важна вот именно видео история. Все поделки, это уже детские желания. То есть мне это не сильно важно. Какой-то рисунок на 8 марта, например. Ну, я вот сейчас, бывает, мне попадаются в гараже, хранятся их детские поделки. Они меня сильно не трогают, а меня это сильно не волнует. Волнует вот именно запечатлеть историю семьи. Поэтому я этим и занимаюсь. Не знаю, я сначала тело нашла, а потом голову найти не могу. А потом все наоборот. Только сейчас у головы. Все, мои дорогие, на этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, что с нами было интересно. Вы сделали много всяких дел со мной вместе. Всем пока-пока, до выходных.